Всем привет! С вами Ирина. Сегодня буду пересаживать, начинать пересаживать свои цитрусовые. Они появились у меня не так давно, где-то три недельки назад. Вот наконец-то ко мне доехали горшочки, земля, субстрат. В общем, все я насобирала и все готово к пересадке. Для тех, кто не готов смотреть такой длинный ролик, я вначале расскажу все самое важное и интересное, надеюсь. А потом буду заниматься рутинной пересадкой. Для тех, кто любит смотреть на рутину, что там в корнях, в растении, копаться, ковыряться в горшочках, пересаживать их, будет, можно сказать, вторая часть ролика, самая затянутая. И многим может это оказаться неинтересно. Так что смотрите начало, а потом можете спокойно переключаться. Вначале пробегусь по растениям. Помните, на некоторых растениях были паразиты. За этот месяц я их успела обработать уже три раза. Они приехали ко мне вот 6 мая. Я их сразу обработала спруцитом. Сейчас покажу, что это за препарат такой. И добавила HB101 или NV101, кто как называет. Дальше через неделю я обработала нимом. Сейчас тоже покажу, что это такое. И здесь через неделю у меня появился кумкват и лимон из моего местного супермаркета. И вот получается через две недели ровно вчера обработала спруцитом снова плюс хвощ. Итак, что это за препараты? Я старалась подбирать препараты, которые подходят для органического земледелия. Типа все натуральные. И заодно проверить, как они действуют. Действуют ли вообще. Вот этот вот спруцит. У него действующее вещество рапсовое масло и перетрин. Так вот. Рапсовое масло с перетрином каким-то. Обрабатываются, как обычно, все растения раз в две недели. И он подходит для всех видов наших растений. От большого обширного числа сосущих насекомых. Тут же у нас трипсы, паутинный клещ, мочнистый червец и так далее. Им получается я обрабатывала уже два раза. Потому что на одном растении у меня был паутинный клещ. На втором растении была щитовка на мурае. А между этими обработками я обрабатывала нимом. Ним это масло. Такое же масло, как и подсолнечное, оливковое, рапсовое. В общем, из линейки жирных масел. Оно тоже без запаха. А у спруцита есть небольшой запах. Чуть-чуть, его еле слышно. А у нима вообще нет. Почему я обработала им? Потому что у меня на лимоне Мэйере вылезли из цветочков вот такие вот прекрасные личинки. Какой-то цитрусовой бабочки. Какого-то мотылька. В общем, они там были и яйца прямо в цветочках отложены. И из цветочков зелененькие такие красивенькие пухлячки спускались на маленькой тоненькой паутинке. В общем, я обработала этим маслом. Он тоже подходит от всех сосущих насекомых. Тоже широкого спектра действия. Но больше направлен на вот таких вот еще более больших вредителей, так сказать. И к последней обработке спруцитом я добавила экстракт хвоща. Что за хвощ такой? Он идет как защита растений от грибковых заболеваний. Но дело не в том, что он как-то там от грибка защищает. Это именно экстракт вытяжка из хвоща. Правда, бывает другой фирмы. И я немножко ошиблась в выборе именно этой фирмы с экстрактом хвоща. Сейчас поясню почему. В общем, экстракт хвоща, что он делает? Он укрепляет ткани растений. Ткани растений становятся плотнее, здоровее. И если вы замечали, то на здоровые растения очень редко липнут всякие, например, паутинные клещики. Чем здоровее растение, тем лучше оно сопротивляется всякой этой гадости. Так вот, выбрала я этот, немножко не дочитав. Что у него кроме экстракта хвоща, еще сюда входит удобрение НПК. Органическое, правда, но все же входит. Вот, и оно у меня получается еще и с удобрением 0,5-0,15-1,5. Вот. Но в следующий раз я буду знать и возьму просто экстракт хвоща от другой фирмы. Чистый, в чистом виде. И что могу сказать по поводу обработок. Клещ пропал, щитовки я больше не наблюдаю. Ну, вот эти вот всякие личинки зелененькие, я их, конечно, убирала механически. Ну, все отсвевшие цветочки сразу выносила, выкидывала на улицу. Но, в принципе, их больше нет. Сейчас не видно ничего, ни личинок, ни яиц. Вот. Не знаю, средства это сработало или механическая уборка этих личинок. Вот. Ну, от клеща явно сработало средство. Так что клеща нет. И это хорошо. Надеюсь, что они будут работать и дальше. Здесь получается рабочее вещество азодиерахтин. Это и есть из масла Нима. Вот. У них идут, в принципе, у всех производителей одинаковая концентрация. Можно не только этой фирмой брать. У них у всех, у многих. Вот. У Нойдорфа тоже есть такое масло Нима. Вот. Здесь я уже показывала. Рапсовое масло и перитрин. Ну, а здесь... Здесь это же не рабочее вещество, как таковое, да? Так. Здесь еще всякие добавки входят. Ну, в общем, оно тоже подходит для экологического земледелия. Так что здесь все тоже натурально. Я еще с таким значком. Ну, почему-то мне это греет душу. Вот. Будем надеяться, что они работать будут нормально и не приносить вред нашему здоровью. Вот этот наш грейпфрутик хорошо себя, в принципе, чувствует, но листьями потрусился. Сейчас вот трусит завязи. Регулирует их. Но некоторые все еще оставляют. Надеюсь, он оставит хотя бы парочку завязей, ну или хотя бы одну. Разобраться с поливом сложно, поэтому спешу их пересадить. Вернее, не то чтобы сложно, нужно очень осторожно, конечно же, поливать. Но у них у всех разный грунт. Вот я вчера поливала вечером и непонятно. Он вроде как мокрый, вроде как сухой. В общем, в этом горшке у него явно глина. В тех горшках какой-то более легкий субстрат. Очень легкий. Мандаринки, в принципе, себя тоже более-менее хорошо чувствуют. Пошел прирост. Вот. Так что самое время пересадить. Вон там тоже прирост. Не помню, пошел на нем или нет. Но он отцвел. Завязь какая-то есть. Так, вот этот, мне кажется, себя лучше всех чувствует. И даже водоросли в нем еще не пропали. Значит, полив устраивает. Вот. У них легкий субстрат. Очень. Что-то типа кокоса, торфа. Но будем пересаживать, разберемся. А вот у этого растения очень сложный субстрат. Он тяжелый. Он явно глинистый. На нем явно завелись водоросли. На нем пропал вот этот вот красивый мох, который был. Вот такой. То есть что-то ему не нравится, что-то не устраивает. Хотя он мокрый. Но он то ли не просыхает, то ли наоборот как-то просыхает. В общем, растение себя чувствует в моих условиях как-то не очень. Поэтому его пересадим тоже побыстрее. Он пошвырялся изрядно листьями. Вот. Это тот тороково-реагатный, на котором нет ни одного цветочка, ни одного прироста, ни одного следа от того, что он когда-то плодоносил. На нем есть только огромные колючки. Вот. Две волчковые ветки, насколько я понимаю. Огромные. Вот. Раз и два. Выстрелили, но уже разветвились. Есть две таких альбиносных ветки. Я так понимаю, что их надо будет срезать. Там они подобрезаны. Вот такое. Вот. Старые листики сбрасывает. Новые пока не наращивает. Вот. Такой интересный у меня апельсинчик. Дальше фрагола, плод, который мы пробовали. На нем был паутинный клещ. Сейчас листья все чистые. Остатки мошек можно наблюдать. Вот. Листочки все чистые. Конечно, апельсинчики надо помыть. Все цитрусики надо помыть. Вот. Но больше никто их не собирается есть. Видите, красота. Паутинного клеща я не вижу здесь. Завязи он оставляет. Вот такие хорошенькие. Надеюсь, что-то оставит. Так. Вот здесь уже желтеет завязь. Оп. Вот так вот сбросил он ее. Но в целом нормально. Хорошо очень выглядит. И прирост, прирост. Не вижу я на нем пока прирост. У него более-менее нормальная земля. Я с ней дружу. Вот. Земля как земля. Лимон за ночь покидался завязями. Регулирует активно. Мейер. Мейер. Это тот, из которого, из цветочков вылазили всякие зелененькие, маленькие такие червячочки. Вот. На новых цветочках. Это новые бутончики, которые он уже успел вырастить и успел раскрыть вчера. Вот. Ничего такого нет. У него подросли завязи. Вот. Мелкий он активно сбрасывает. Но что-то сбросит, что-то, может быть, оставит. Посмотрим. Так. И у него начался очень шикарный прирост. Он растет прям не по дням, а по часам. Вот эту вот ветку он выдал мне за неделю. Вот эта вот ветка. Вот тоже. То есть, очень так быстро он все выдает. Ну, конечно, он очень-очень сложно сформирован. Я не знаю, что с ним делать. Как этот узел распутывать. Потому что там ветки пересекаются друг с другом. И это какой-то кошмар и ужас. Вон, что у него происходит. Мне пришлось вырезать одну ветку, которая пересекалась с двумя другими ветками. Вот. Я более толстую оставила. Ту, которая прям вплотную к ним, ну, очень сильно пересекалась с ними, терлась об нее. Я ее отрезала и поставила на укоренение. А, кстати, из тех череночков, которые поломались при транспортировке, я воткнула в землю. И они пока что еще живы. Во всех остальных горсочках я сделала так же, но они засохли. А здесь у Мейера живые. Вот так что, может быть, эти укоренятся. Но у Мейера земля очень сложная. Пересыхает каждый день практически. И она песчаная. Поэтому он такой тяжелый. Я ошиблась. Это не глина. Это больше песка, наверное, чем глины. И Мурая, мне кажется, еще лучше себя чувствует, чем когда она ко мне приехала. На ней была щитовка. А вот еще можно найти следы. Но ничего не развивается. Надеюсь, что она там погибла. Вся щитовочка. Вот. Вот еще пораженный листочек. Ну, конечно, надо последить. Надо помыть это все. Вот у нее новые листочки красивые. Листочки лезут. Ягодки дозрели. Они стали красными. Я уже даже две ягодки съела. И она зацвела. Вот такие мелкие пахнущие цветочки. Везде тоже пошел прирост. Ну, куст, конечно, огромный. Я думала, может его разделить как-то на отдельные деревца. А потом, думаю, наверное, так и пересажу. У Мураи самая сложная ситуация с грунтом, наверное. У нее просто все корни уже на поверхности. Очень быстро пересыхает. Нужно каждый день поливать. Но это, конечно, видно по листочкам. Если они чуть-чуть подвяли, то надо срочно поливать. Кстати, видно, что дерево когда-то полистопадило сильно. Вот листовые пластинки отлетели у нее. Но это уже не у меня. Вот она так оголилась чуть раньше. Хотя у меня тоже чуть-чуть листочки посыпало. Но сейчас нормально себя чувствует. Как видите, я им тарелочки прикупила. А то они на картоне стояли. И купила горшки для пересадки. Выбрала я горшочки фирмы Эльхо. Покупала в Оби и в Баухаузе. Где дешевле конкретный размер, там и покупала. Смотрите, я выбрала я 25-й. Потому что приехали они в 22-м горшке. А промежуточного 22-го нет. Есть только 20-й и 25-й. Соответственно, 20-й маленький, 25-й большой. Так что сажать будем, не досыпая землю дойку. В общем, горшочек на вырост. Ну, в 20-е горшочки пересажу вот эти вот мандаринчики мелкие. И также у этой фирмы 25-й горшок. Он бывает разных форм. Вот это один и тот же диаметр. Только этот выше. И у него другая форма, цилиндрическая. То есть еще больший объем. Еще больше на вырост. Здесь 8 литров горшочек. Так, а здесь получается 6,5. Полтора литра разницы. Конечно, запаса для растений побольше будет. В таком цилиндрическом. Так что в этот горшочек я посажу мураю. А для остальных я взяла цилиндрики. Вот такие вот. Просто буду сажать их где-то так. Но там посмотрим по размеру корневой. И почему выбрала именно эту фирму? Потому что из интерьерных ультрафиолетостойких и морозостойких горшочков они самые дешевые. Просто-напросто. Поэтому их и выбрала. Потому что горшки на самом деле здесь в Германии достаточно дорогие. Кроме горшочков же нужны еще и тарелочки к ним. Тарелочки стоят половину горшочка. Ну и выбирала ультрафиолетостойкие и морозостойкие, чтобы они через 2 года не рассыпались. И на лето я собираюсь выносить цитрусовые на улицу. Пока что не выношу, потому что у нас вот только-только второй день потеплело. Но по ночам все еще плюс 5. Так что рано им еще ночевать на улице. Цитрусоводы говорят, что от плюс 10 стабильных ночных температур. Но у нас, надеюсь, это скоро наступит когда-нибудь. Потому что сейчас уже 30 мая, но все еще не наступает. У нас лето. И у меня появилось еще 2 новых цитрусовых. Лимон и комкват. Взяла я лимон, потому что он был по скидке 50%. Мне давно было интересно, что же это за лимоны. Растут у нас в Баухаусе, в Обе. Вот за 15 евро нормальный такой лимончик. Такое огромное деревце будет. Прирост у него красный. Не знаю почему. Вчера я тоже обработала его от всего, чего можно. Но у него ничего такого не видно. Просто грязные листья, потому что они там стоят на улицах у них под навесами, не под навесами. Так, и у него есть уже зависть. Так, сейчас покажу. Они странные по форме лимончики будут, скорее всего. Потому что зимой там продавались такие удлиненные лимоны. Вот. Такая зависть у него. Если поспеет, посмотрим, что же он тут вырастил. Тоже очень тяжелый горшок. Все остальные растения мои у меня от Оскар Тинтери. И здесь в Деннере я видела как раз завоз от Оскар Тинтери. Но они были без сортов, без названий. Просто лимон, просто апельсин, просто мантерин. Вот. Я заказывала в Оскар Тинтери, потому что мне хотелось именно сортовых. Здесь же без сорта. Так что посмотрим, что из него вырастет. Вкусный он хоть будет или нет, непонятно. И надо очень внимательно смотреть. Потому что что в Деннере, что в Ваухаусе, что в Обе. Очень много проблем идет с корневой шейкой. С прикорневой вот этой зоной. Очень много подгнивших там растений. Именно вот у корня. Потому что они вот так заглубляют. Мне пришлось, видите, отрыть 2 сантиметра у кумквата, чтобы добраться до первых корней. И чтобы он у меня тут не начал гнить. Выбрала единственный кумкват, который был не подгнивший у корня. Представляете? Вот так вот они там заливают их. Вот растения бедные страдают. Это у меня кумкват японика. Хотя плоды не круглые. А у японики вроде бы как по описанию круглые. Вот. Это, мне кажется, стандартная маргарита должна быть. Если я ошибаюсь, напишите, пожалуйста. Вот. Несколько плодов мы попробовали. Которые отпали сами. Конечно же, они были недозрелые и кислые. Вот такой тоже немаленький кустик. Мне попался. Уже с плодами. Так что надеюсь, что-нибудь созреет. И попробуем нормальный вкус. Вот штамбик высокий. У него прививочка высоко. Ну а для грунта я буду использовать перлит от фирмы КНАУ. Вот такой у меня здоровый мешок. Он достаточно крупный. Он идет специально для растений. Вот. То есть это не строительный перлит, а именно для растений. Я заказывала на Амазоне. Ну а главным компонентом будет вот этот грунт. Правда, знаете, я бы взяла немножко другой компосан. И в принципе мне приглянулось. Достаточно нормальный по цене. И по качеству вроде бы как тоже. Я открыла мешочек, посмотрела. Так. У меня получается вот такой Блю Монерде. Торфяной. Потому что в неторфяных субстратах много какой-то такой... Как будто труха от недоперепревшей травы. Что-то такое. В общем, мне не нравятся неторфяные субстраты. И они когда пересыхают, то становятся просто водонепроницаемые. Вода с них стекает и все. Попробуем этот. Ну конечно неторфяные дешевле идут. И я их пускаю на рассаду. Добавляю туда кокосовый грунт. Попробую показать. У него на 12 недель рассчитано еще удобрение. Лишнее, конечно, я бы не брала с удобрениями. Но особого выбора не было. В нем уже добавлен перлит. И опять же из-за этого я бы взяла не вот этот Блю Монерде, а другой. Но его не было в наличии. Без перлита. Потому что перлита у меня это хватает. Но зато у него есть активатор для корней. То есть не нужно будет использовать укоренитель. Можно ничего такого не использовать. Где-то у него был PH указан. Так, PH у него 5,9. А для цитрусов у нас 5,5-6,5 должен быть PH. Ну, судя по тому, что нам говорят хорошие цитрусоводы. Так, здесь, конечно, еще там составы грунта указаны. Все такое. Ну, это можно уже посмотреть на сайте. Мешочек такой немаленький. Да, и сам грунт мне, в принципе, понравился. Но он очень-очень-очень легкий. Очень воздушный. Вот. Торфяной. Действительно чувствуется, что он очень такой нежный, воздушный. Куча перлита. Поэтому я еще набрала глины на своем участке. Глина считается очень питательной средой для растений, оказывается. Вот. Так что мне тут нужно еще изгнать мурашек, перебрать от камней. Потому что их здесь очень много. И будет глина с углинок. Глина с песком у меня здесь. И добавлю лечу-зупон. У нее тоже еще свои удобрения есть. Так что удобрять в ближайшие пару месяцев точно не надо. Так что у меня здесь. Ну, я думаю, что уже многие поняли, чьим рекомендациям я следую. Канал Татьяны Кузьмук. Где она рассказывает все-все о своих цитрусовых. У нее огромная теплица. Причем теплица без заморочек. Так, добавляем перлита. Потому что перлит хоть и есть в этой земле. Но следую рекомендациям добавим еще. Не помешает. Так вот, у нее теплица без заморочек. Без лишних досветок. Без лишних подогревов. То есть цитрусовая. Мирится с условиями. Запорожья. Да, она из моего родного города. К сожалению, я о ее канале узнала уже, когда мы переехали. И с тех пор были всякие вот эти вот ограничения на поездки. То да сё. И мы еще ни разу не были в Украине. Так что, несмотря на то, что я пересмотрела ее канал от корки до корки, я с ней еще ни разу не встречалась. Вот. Хотя вроде бы как к ней можно попасть в гости. Ну, надеюсь, что когда мы поедем в Украину, мы как-то сможем к ней попасть в гости. И хотелось бы, конечно, познакомиться лично. Вот. Ну, а пока учимся, повторяем, пытаемся набраться опыта. Вот потому что опыт, конечно, колоссальный у нее. Так, по-моему, очень даже похоже по виду на ту почву, которая у нее получается для цитрусовых. Конечно, я пересмотрела еще несколько видео про грунт для цитрусовых. И, в общем, как цитрусоводы говорят, что грунт действительно может быть разным. Абсолютно разным. Цитрусовые приезжают в различных грунтах. И при этом они очень хорошо в них растут. Все зависит только от нашего ухода. Как нам удобно за ними ухаживать. Такой грунт и следует подбирать. Так, лечу за пон. Можно добавить просто циолит. Я даже нашла, где его здесь купить, тоже на Амазоне. Но действительно проще и легче добавить сразу лечу зубон. Потому что, как оказалось, у циолита есть абсолютно разные свойства. Не весь он подходит для растений. Так. Есть минерал, в котором есть какая-то доля циолита. И он размокает просто в глину. Есть настоящий циолит, который держит свою форму. Нормально работает. Вот. Этих циолитов там оказывается огромное множество. В общем, я решила не заморачиваться и взять просто лечу зубон. Так, это... Там и лава у нас, и циолит, и... Что же там еще? Пенза. И удобрения какие-то. Пролонгированного действия. Так что, удобрять цитрусы действительно в первые пару месяцев лучше не надо. Вот так вот. Чтобы не переборщить. Так, что у нас получается. Вот такой грунт. С камушками. С перлитом. Довольно рассыпчатый. Но и не слишком легкий. Потому что, если слишком легкий, тоже могут быть какие-то проблемы потом. Первая на очереди у меня в мурале. Потому что очень уж быстро пересыхает. Переросла на свой горшок. Вот на ней и потренируемся. Стволиков у нее, конечно, много. Очень. Фух. Тяжеленький горшочек. Сейчас все высыпем лишнее. О, легко вынулся. Хорошо. Никаких ползающих не видно. Я на всякий случай одела антипрокалывательные перчатки специальные, строительные. Чтобы ничем не поколоться. Они спасают от тоненьких иголочек. Даже от иголочек кабачков. Колючих. Вот. И до толстеньких. До ножей, в общем. Так. Грунт хочу заменить всем полностью. Насколько это получится. Как это делают у нас опытные цитрусоводы. И они говорят, что на границе разных субстратов, если пересаживать перевалкой, потом могут возникать проблемы. И растение может плохо себя чувствовать. Так что ничего страшного не будет, если мы им заменим грунт полностью. видите, сколько корней. А грунт, кстати, мягкий. Вот у мурая мягенький. Здесь корешки темные. А еще, кстати, почему я такие перчатки одела, потому что в некоторых горшках, я точно знаю, есть насекомые. Из какого-то горшка выползла как ее, уховертка, уховертка, да, и переползла в другой горшок, не успела ее остановить. Так что в нескольких горшках точно есть ползающие всякие твари. Будем их вытряхивать. Это я вчера поливала. Встряхивается как пыль просто. не промокает уже субстрат, корней много. субстрат. сплошной ком прям бедненькая, как она росла в таком горшочке. Я еще думала, может как-то получится стволики немножко раздвинуть. Не знаю, ничего тут не получится. Все срослось, все скоро станет сплошным деревом. У меня в субстрате много камней. Видите? Много круглых камушков. Ну что ж, практически получилось. Практически все освободить. Вот я вспомнила, что у меня есть грабельки. Хороший инструмент. Первый раз пользуюсь таким. насмотрелось, как делают блогеры. Очень даже удобно. Так, что там урая трусила все свои цветочки. Вон, все лепесточки облетели. Ну, еще бы так трясти. Так. Знаете, у нее здесь такое ощущение, что сплошные камни были. крупные. Вон, тоже есть. И крупные, и мелкие. От земли осталось практически ничего. А так много ко мне было. Ну, теперь горшочек я этот явно на вырост. После того, как мы ее так обтрусили конкретно. вот. Ну, ничего, она быстро осует ком. Посажу я ее. То, в принципе, нормально я посажу. По уровню практически. Так и получится. Потому, что у нее там тоже достаточно корней. в общем, запас у нее там не сильно уж и большой получается. Так что отлично как раз по размеру. Ну, видите, что дренаж я тоже не использую. Потому, что абсолютно согласна с Татьяной Кузьмой. И как-то я тоже дошла до этого, что для комнатных растений давно перестала использовать керамзит. Потому, что корни дорастают до него, собираются там кольцом и начинают замокать. И вместо того, чтобы расти в грунте, они растут в холодном керамзите. И получаются всякие хворозы потом вылазят. Так что абсолютно согласна. Вот. Отличное решение. Ничего не используют. Но вы видите, что когда цитрусы к нам приходят, никакого дренажа там нет. Блюдечко с этим отлично справляется в качестве дренажа. так. Еще раз, герой, десант . Три У мураи, как и у цитрусовых, главное не заглубить корневую шейку. По тем же самым причинам начнем гнить. Вот, первый кустик готов. Из вот такого небольшого пересадилось горшочек побольше. Вот как раз по самой верх горшочка получилось. Супер, как раз по размеру. Чуть позже все пролью хорошенько, земля еще присядет. Вот, все там протечет между корешками, заполнится и будет в самый раз. Ну что ж, давайте попробую пересадить вот это в оригадное дерево, потому что с грунтом у него там что-то совсем мне непонятное. И что-то мне подсказывает, что с ним все будет не так просто. Сейчас попробую это все вытрусить. О, корни есть, это уже радует. Ну, грунт, конечно, тяжеленный. Тяжеленный, тяжеленный. Ну, очень плотный. Сейчас попробуем это все обтрусить. Мне кажется, что... Ну, они же их хорошенько заливают в теплицах. И вот хоть... Ой-ой-ой, там ползают всякие. Угу. Всякие ползают. Не знаю, видно вам или не видно. Видно, да? Вот, что вот этот мох пропал у меня. Потому что в теплицах они их хорошенько проливают, и они у них постоянно мокрые. Слушайте, такое ощущение, что... Ну, грунт какой-то... Не знаю. Вроде черный, да? Вроде даже мягкий. Такой, как мелкодисперсная пыль. Я бы сказала. В общем, не знаю, что за грунт такой. Но тяжелый очень. Вроде бы и мягкий, и легкий, и при этом тяжелый. Как-то так. Объяснила. Но вот эта водоросль ихняя у меня не выжила. Присохла, подсохла. Жить не захотела. А в другом горшочке нормально живет. Тут еще и зеленая водоросль завелась. Которая в наших горшочках не место. Твердый. Как бы его обобрать. Ко мне тоже много. Прям какой-то пластилин. Непонятно. Непонятно. Камень. Поэтому горшки такие тяжелые. В камнях растут. Еще, кажется, каменюка. Еще каменюка. Полегче уже стало. В общем-то сплошные камни. В общем-то в таком грунте я не знаю. То ли он у меня влаги недополучал. Хотя вечно политый был. Надо пощупать. Сухой. Да, пыль. Сухая пыль. Вообще, видите. Тут уже не грунт, а просто пыль. Сухой. Хоть и вечно политый, но сухой. При этом. Ничего не держит. Вообще. Наверное, поэтому он у меня и страдал. Вот. Будем исправлять ситуацию. Думаю, ему должно стать легче. Так, так. Субтитры сделал DimaTorzok Вот, знаете, слежавшаяся дорожная пыль. Вот это вот оно. И обтрусить сложно. Потому что все комком взялось. И сама по себе пыль. Даже они грунт. Деньги. 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 все это по люку хочу полностью вы трусить чтобы у нас не было такого что какие-то корни в сухости постоянные какие-то нормально живут да ну и кстати что скажете такое огромное дерево с таким маленьким комочком корней конечно некоторые корни отвалились но им особо и расти было как-то наверное невмоготу уже так обычно в таких случаях крону тоже подрезают наверное если видят что корней слишком мало но я может быть его и поформирую немножко уберу вот эти вот альбиносные ветки может быть вот это вот потому что она никак вверх не хочет смотреть вот может быть чуть-чуть его под формируем заодно главное что кара целая на стволике и и Субтитры сделал DimaTorzok Вроде бы как все, от всего избавились, мыть не пришлось. Вот, весь грунт обтрусился. Ну, тут остались такие кусочки коры какой-то нарушить, то нормально. Главное, чтобы не было такого слежаного, слежаной пыли. Уже спрессованный. Все, класс. Оттрусился замечательно. Рука, конечно, уже устала держать его. Оттрусился полностью. Вот, супер. Да. Пылюка такая себе. Даже не песок, а именно мелкая-мелкая пыль. Ну что ж, горшочек ему будет на вырост. Ну, нет у меня другого. Для него дайкрона как бы большая. Чуть-чуть глубже посажу. Ну, буквально на пару сантиметров получится глубже, потому что все-таки у него здесь уже ствол упирается. Вернее, корень главный. Главный. Кстати, такие горшочки бывают и с двойным дном. Не знаю, зачем ему надо и удобно ли это вообще. Ну, во-первых, мне показалось, что это неудобно. По крайней мере, я предпочитаю с тарелочками горшочки. А во-вторых, они все-таки дороже выходят. Я выбирала по цене самые дешевые, потому что у меня много их. Ну и пластик толстый, хороший. Горшок не гнется. Так. Ну, с этим, как и с мураей, та же история. Чуть-чуть на дно накидала земли, и он уже становится, в принципе, по верхнему уровню горшочка. Может быть, чуть-чуть ниже. Так что нормально, как раз. Так. У меня дерево немножко несимметричное. Так что я его чуть-чуть под наклоном, что ли, посажу. Капельку. Вот так вот. Чтобы крона не перевешивалась в одну сторону. Так. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok Всем пока и до новых встреч!